скажи что там сережа говорит что он сейчас гулял с ричем а вот встретил наших знакомых и в общем в итоге сказал что три дня они сказали что не было света тут разум разилка все три дня не было света молния попала какой-то дом до дом сгорел человек что там контузило и в общем из-за этого не было три дня свет дома посносила водой надо но это на властях показывали это же хорошо что мы на пригорке живут да но стоит по мое состояние хочу у нас тут йогурт оставались кстати вот смотри видишь смотри прилипло все и лед да не было свет смесила не знаю сметана надо выкинуть по-любому жара была до сметану выкинуть надо ну да но и так хранится масло надо выкинуть пофиг а смотри что с маслом а явно ну явно стаяла и заморозилась масло надо будет выкинуть до йогуртом по мне оставляли до меня огурцы помидоры то есть он тоже вакууме принципе я не знаю теперь нет а у них то не холодильнике хранится холодильники холодильники да ну класс посмотреть сколько от нуля до плюс шести плюс шесть тут явно не было не было пришлось а вторую ты съел уже какую вторую а втором съели что надо надо наверно выкинуть вот это чтобы не рисковать вот кстати и новости про то там дамбу прорвало около рузы дома сносила а сейчас борется с последствиями некоторые дома вообще снесло в общем сплотворилась тут пока нас не было на четыре дня уехали ничего оставить нельзя на четыре дня уехали чет прорвало здесь электричество выключила дурдом кошмар какой-то московской обуви так но мы чаек пьем а там вообще нет электричества до сих пор ничего себе сейчас хочу позвонить бабушки узнать не пришла ли маша с экзамен узнаем время у нас уже без 15 2 вообще надо двух может писать конечно экзамен позвоню да не что бабушка суд не отвечает на что ответит тоже что не отвечает так мне сейчас машу не позвонила сейчас она мне перезвонит алё алё привет ну чё я звонила бабушки да не думаю узнать дома ты не дома как дела ну что ясно ну рассказывай что там с экзаменом понятно школу быстро расшла по гугл карте по гугл карте чё жуешь черешню а черешня это хорошо поехали мы прокатиться сейчас находимся в мажайске поедем а куда мы поедем в вальдорадо сережа сказал сейчас поедем в вальдорадо я думал мы катаемся просто мы оказывается не просто катаемся мы катаемся с целью и без цели сережа приготовился или грабить перчатки тогда терна на все-таки есть черные духовой шкаф такой составим за мной как летает ручка вообще со стороны ханса бош а рядом с конкурентом на рядом это посмотри это какая-то система не знают выдвижная мне не нравится они все такие для невыдвижная я кажется вот это может сломаться очень легко нравится когда обычная невыдвижная систем он еще вот где-то там он еще духовки они хоть всегда вот такие вот движны это на что это электролюкс я просто саму дешевый день билет не об этом нравится вот это что вот это нифига сессия 700 тысяч бош потому что ничего не выдвигается нажимать надо нажимать надо ну ты же как смотри какой пачкается я даже не знаю москва вообще черная просто или белая черная но или белая вот мне не нравится больше не важно сама сплита такая но вот это вот все отмывать на плите будешься там всем что-то стоит а это будет так вот так надо вообще пылесос мыть его надо вот с мешками samsung вот бош здорово вот такая чем мешок наполняется нормально маленький тоже плохо совсем большая . неудобно выдающего пожалуйста короче только жачки запотевают тервял долги электронная трубка телескопическая про него ничего не написано охранник показывает а он даже не смотрит в общем купили вам покажи что купили серёж его на airpods с 11000 как с куста да ну а что ты хотел это же apple ну ну смотри вот так тебе муси себе хочешь apple вот тебе приятная да коробочка получите распишитесь даже на все почему все потому вот такая красота небо главное синие облака в общем эльдорадо съездили что по факту получается я сейчас скажу в общем пылесосы мы хотим пылесос с мешком ну то что вытряхивать это мыть все не нравится мешок заменил выкинул и закал да вот с мешком во первых там с мешком не так уж много и пылесоса некоторые не с мешком ну что это просто делать все это делают пошла мод на эту штуку да которая вообще ты поняла которая это очень эта штука которая без мешка которых пылесборник просто вот это во первых во вторых модели которые там были мы не хотим очень громоздки потому что на второй этаж надо поднимать его ну таскать за собой бандуру это нам не нужно нам не нужно не моющийся в общем нам нужно попроще но с хэпа фильтром и желательно тринадцатом там хорошим но в итоге что получается что таких пылесосов мало те которые есть они либо громадные либо хлипкие какие то что уже сразу там да вот эти ручки все уже болтаются вот и ничего нормального нету не знаю брать тоже фигню какую-то цена то как бы в любом случае у них около десяти тысяч брать фигню за десять тысяч на дачу как-то не очень хочется поэтому посмотрим еще загородный дом загородный дом загородный дом загородный дом да вообще-то да уже загородный дом там все обустроили так ну и в общем поэтому ничего не взяли а аирподс серёж заказывал заранее подумал они уже лежали ждали все так и так витар под и все скажет себе купил сейчас посмотришь как они сколько стоит просто наушники на просто наушники не удобно тебе будет что как телефон лежишь ну посмотри мне кажется тебе будет удобно тебя уж что под этим наушники заточено это вот я не знаю как мои уши будут я попробую просто у меня не все наушники удобно впадают просто тут у меня микрофончик это не микрофончик это динамика динамика в общем стол я желаю мы мыли то ли что не знаю сегодня вроде получше но все равно дребезжит как бы дребезжу а какая разница в любом случае удобнее с наушниками разговариваешь блин вот мне нравится всякая машина грязная что с ним она конечно не так как ты сейчас показала просто чуть дребезжит на это раздражает на все долго разговаривать либо это от воды либо этот динамик посмотрим любом случае airpods пригодятся скройте там сломали топить не надо пока мы едем дальше так ну что мы доехали до рузы вот здесь вот пострадал говорят город от непогоды от дождей и вот тут вот дампа прорвалась и в общем был слив водохранилища его спустили потому что он перенаполнился дамба какая-то прорвалась в общем не пойми что как раз доехали до рузы так здесь все спокойно а тут все перекрыто тут все перекрыто значит надо поворачивать ну не надо туда наверно он переехать короче все перекрыто там наверное дорогу которую показали что она сделала тебе поехать туда хочу то есть это мы где сейчас мы на пальцевой дороге есть так но светофор работает не знаю сказочных света не было утром по мостям еще скажешь что им до сих пор свет не дали на работать и там что-то скоро едет он вирус внутри у них какой забор интересный там был забор цветной это рынок какой-то октябрьская где у них водохранилище то я не поймала где дамбу вообще как тут меньше то сделать ну да где-то там что-нибудь на мостовом проехали мизя наверно киевский чурс больше чем он может учиться не знаю торговый центр разворачивать надо вот она какая роза 10 магазин 10 неважно они стрелочь него вот выехали к такой красоте церковь в общем мы не знаем куда здесь ехать поэтому просто церковь покажу вам пусточу тупик шли да аптечный порт может тупик может нет но лишь тупик наверно какой-то пусточу ладно хватит зевать чтобы быть на канале это не знаю что я развивался время после обеденное солнышко все пригревает да да я вот себе в попу сделала чтобы дуло мне я тоже у меня штаны такие плотные вот такая вот церковь ладно поедем я думаю здесь ничего не увидим просто что перекрыто прокатились все называется вот посмотрели город у меня мажать больше мне кажется меньше да больше больше площадок водоем какой-то дом культуры площадь перед дом культуры памятник идем проходим короче мы посмотрели в Рузы меньше чем в Можайск в Можайске 30 тысяч населения а в Рузе 12 тысяч населения а по площади в Можайске тоже чуть-чуть больше так что видишь мало есть населения пойдем себе покажем и других посмотрим так ну что вышли мы прогуляться к водоему кто там плывет вон смотри след терминское проведение ну водичка такая мутная а кто это что за птица ой смотри да что это за птица а может это маленький голубь что это не голубь кто это это маленькая ворона голубь это много да там что-то вот такое видишь вода плюхалась это озеро он веришь вот я и говорю кто-то плюхался это рыба была славе ее да ну издалека ток может лягушка а лягушка-то что вторая была по-настоящему пирагис а вода какая мутная да а какого выпал такой води ничего не видишь да видишь круги вот много кругов это и вон там круги глянь то есть получается тут кто-то есть тут кто-то есть ничто смотрите как мы обошли вот так по мостику и как там красиво детская площадка вот такие деревья кусты круглые выглядит бомбически вот там отдыхают люди сидят лавочки все замечательно не боится ходить вокруг этого нет там просто жарко очень здесь мостик там тень вон там тень опять кто-то прыгнул там ты будешь ты боишься опять кто-то прыгнул и плывет смотри какие круги а у рыбы выпрыгивала ладно пошли да а тут везде рыба ой слушай это большая рыба глянь это рыба что это смотри я приближу смотрит что такое глянь большое что-то это что-то лежит на дне еще маленькие мухи тут какие-то по воде бегают а их рыбы кушают или они рыбу кушают рыба их кушает потому она и выпрыгивает из воды мне опасно место сделать здесь здесь лавочки а здесь вот такие подставки которые гнутся под сережей а может просто ломанный стул и попробуй вообще просто что ты боишься нет странно голубь голубь рыба калинин железки а светильник или камень и ткани вон работа какие-то вот тут было что-то явно а вон видишь и вон вода тут оно было так вот такие вот дела да уж погуляли немножко побоялись подвесли сестра обжарка просто тебе кажется ну и поесть так я ж поеду я ж не буду ходить там нужно ходить будет рэп гибдд рэп гибдд рэп гибдд рэп гибдд заебил в эфире на сцену юрист Александр Молохов глава рабочей группы по международным правовым вопросам постпредставу Крыма при президенте России в данном вопросе каламские власти они стоят следы впереди лошади и для начала нам надо было разобраться с уголовным делом слушание которого сейчас случилось только после того как негативно вся картина произошла она до сих пор так мы не туда поехали поэтому возвращаемся обратно оказалось мы поехали в сторону Волоколамска а нам туда не нужно тебе надо в Волоколамск? нет мне не надо так и здесь тоже вот ремонтная техника стоит в общем здесь везде она на самом деле встречается конечно сегодня прорыв такой был от рекоруза а солнце какое давай туда 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 сюда короче ремонтируют тут все зато будет дорога новая может быть ну нет там где скрыли там конечно что-то сделают и кромео и а кто вы как это все все кое там